Всем привет! С вами Диана Суворова и сегодня я вместе с вами буду тестировать, пожалуй, самую ожидаемую новинку от NYX и это тональный крем Total Control. Это известная тональная основа, которая уже успела нашуметь на англоязычном ютюбе и вообще в интернете. Наконец-то она появилась у нас. Вот я вернулась из отпуска пару дней назад и успела подобрать себе свой оттенок. А также купила кисточку, которая, по идее, должна просто идеально наносить этот тональный крем. В общем, мы сегодня это проверим. Тональный крем стоит 459 гривен и кисточка 634 гривны. Для тонального крема, конечно же, многовато, потому что здесь всего лишь 13 миллилитров. Я, когда увидела эту бутылочку, конечно, была очень удивлена. Она просто миниатюрная. Она помещается у меня на ладошке. Вот так вот. Но сейчас производители, как обычно, берут денег побольше, а продукта кладут все меньше, чтобы мы чаще его покупали. В общем, вот такая вот логика. Итак, по покрытию. На упаковке сказано 2 капли – это легкое покрытие, 3 капли на все лицо – это покрытие medium, среднее, и 4 капли и больше – это full coverage, то есть это плотное покрытие. Я подобрала себе оттенок 0,4. Он немножечко с розовинкой, но мне кажется, что самый ходовой будет 0,3-0,6. Я уже слышала об этом тональном креме, что он дает матовое покрытие. У меня кожа сухая, тем более после отпуска, с перелетами. Мне нужно хорошо подготовить кожу к такому тональному. Кстати, как хорошо подготовить кожу к нанесению тонального крема, чтобы он не подчеркнул шелушение, смотрите в моем предыдущем видео, вот здесь вот по ссылке. Так. Она довольно мягкая, подвижная такая, не знаю, как ей будет удобно или нет наносить. Есть небольшое углубление у нее вот здесь вот, то есть она так вот прям ложится на щечку очень ровно. Похожих кисточек у меня много, в общем, она, мне кажется, ничем не уникальная на самом деле. Прежде чем пробовать, давайте его хорошенько заболтаем. Опа. Он прям такой жидкий-жидкий. Ну что, поехали. Распределяется очень легко по лицу. И с одной вот такой каплей получается хорошее покрытие, смотрите. Там, где были сухие вот участки, например, вокруг носа, вот здесь вот, он их подчеркнул. То есть, если бы я не сделала, например, пилинг до этого и не нанесла масла, все шелушения бы он, наверное, приподнял. Сделаем покрытие более плотное. Так, уберу волосы, чтобы они мешали мне в процессе. Ну, на лице его видно, то есть он дает среднее покрытие, ближе к плотному. И на лице его видно. Нельзя сказать, что это прям невидимый тональный крем. Хоть он и жидкий, но дает очень такое плотное покрытие. И, в принципе, хорошо перекрывает все. Кисточка, кстати, может такие вот разводы оставлять, поэтому вот такими прихлопывающими движениями нужно его поправлять. И он сразу схватывается. Ну, вот уже видно разницу. Но мне все равно не нравятся вот эти места, где все-таки остались какие-то небольшие шелушинки. Он их подчеркнул. Поэтому, если вы плохо подготовите кожу к макияжу, уверяю вас, он подчеркнет все недостатки и неровность. Вот здесь у меня тоже были сухие участки. Это после перелета и отпуска из самолетов. Вот здесь вот есть небольшие такие участки, где кожа все-таки сухая. И ложится он там неровно. Ну, и на лбу тоже все шелушения. Он подчеркивает, несмотря на то, что я все делала как нужно. Ну, что же, я нанесла по полторы пипетки на каждую сторону. То есть, это всего лишь три таких пипеток. А сейчас я хочу проверить, сколько пипеток содержится в этом тональном креме. И мы проверим, насколько применения его реально хватит. По цвету он мне немножечко, кажется, светлее, чем есть у меня вот сейчас руки. Немного более загорелые, чем лицо. Но если я добавлю контуринга и немного бронзера, то как раз вот все сравняется так, как надо. По финишу он, я бы сказала, полуматовый, сатиновый. Такой не влажный, не светящийся. И не наглухо матовый. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, 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 33 наверное пипетки все это все что есть и так это весь тональный крем который там есть примерно если использовать одну пипетку на лицо то его хватит раз на 30 так на руке конечно круто смотрит но никогда не проверяйте тональный крем на руке всегда тестируйте на лице самое правильное место так что вы такие вот дела на часах уже половина девятого я вернулась к вам чтобы записать заключение поделиться своим мнением о тональном средстве здесь у меня образовалась пустая баночка потому что все я ее перелила в крышечку но тем самым мы проверили с вами насколько хватает такого средства ну и по моим ощущениям что я могу сказать тональный крем вот я его не припудривала целый день и он не липкий он действительно застыл в матовый одна зона у меня блестит и даже не представляю как бы он себя вел на жирной или комбинированной кожи скорее всего он бы блестел еще больше хотя в области щек все нормально он держится хорошо немного он сполз с носа и вот эта зона подбородка мне вообще не нравится потому что здесь он подчеркнул все мои шелушения и практически отваливается кусками это мне категорически не нравится все таки такая текстура мне не сильно подходит для моего типа кожи из плюсов которые я могу назвать в этом тональном креме это конечно же большой выбор оттенков него большая покрываемая способность он не стягивает кожу достаточно долго держится но минусы мне кажется перевешивают он блестит в конце дня подчеркивает шелушение безбожно на лице его заметно и он не выглядит как ваша кожа да также конечно здесь всего лишь 13 миллилитров что достаточно мало так что мне кажется что минусы перевешивают если вы уже пользовались этой тональной основой вдруг как-то уже удалось протестировать пишите мне в комментариях не будет очень интересно послушать что касается кисточки то она мне понравилась кроме конечно же ее цены все-таки дороговато тоже для такой кисточки и обязательно смотрите мои предыдущие видео и очень скоро увидимся в новых видео всем пока 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 пока